Одним неловким движением автоледи повредила седан и уничтожила хэтчбэк. Водители чудом не пострадали. Авария произошла на загородной трассе на улице Маковского. Автомашины двигались в сторону города Артёма. Женщина за рулём Toyota Land Cruiser Prado двигалась по крайней левой полосе. Внезапно она начинает перестраиваться вправо. Её манёвр заставляет врасплох водителя Toyota Prius. Я ехал в крайней правой полосе. Посередине ехал Prius. Слева ехал Prado. Prado резко перестроился направо. Задевает Prius. Prius улетает вправо. А там я. Ну, ему так в кучу в лидера все. И вот так получилось. За долю секунды иномарки врезаются в отбойник и разлетаются в разные стороны проезжей части. Водители чудом остались невредимы. Очевидцы в большей степени переживали за мужчину в Prius. На иномарке не осталось ни одного целого участка. А сам мужчина отделался только испугом. Виновница аварии подтверждает, что совершала манёвр и вину свою не отрицает. Вы перестраивались? Перестраивались. Машину не заметили? Не заметили. Вот потому что я перестраивалась и не видела, как эта машина рядом была. Не видела. Пока владелец «Аксио» размышляет о ремонте иномарки, выборе запчастей и автомастерской, хозяин Prius'а думает о предстоящем судебном процессе. Мужчина убеждён, что страховые выплаты не покроют в принесённый ущерб. Он намерен получить компенсацию с виновной стороны. В результате ДТП из-за виновника пострадало два автомобиля. Один из автомобилей не подлежит восстановлению, это Prius. Водитель Prius'а собирается подавать в суд, так как страховых выплат не хватит. Максимальная выплата составляет 400 тысяч рублей. Водитель Corolla «Аксио» надеется на страховые выплаты, так как у него повреждения менее значительные. Инспекторы ДПС завершают оформление аварии. Разбитые Прадик и Corolla покидают место происшествия. Prius грузит на эвакуатор и отвозит на стоянку. В дальнейшем машина закончит свои дни на авторазборке.